А время врач скорой помощи оказалась в больнице. Бригада неотложки выехала на вызов, а в результате медик получила удар кулаком в лицо. Почему, выясняла Снежана Седорук. Елена Михайлова в составе бригады скорой выехала на вызов. Оказать помощь мужчине, который травмировал ногу. Вместе с ним, рассказывает, женщина был товарищ, изрядно навеселе. И постоянно норовил ударить кого-то из медиков. Надавали этому мужчину и допомогу. А тот, когда заважал, заважал с одной и с другой стороны. Мы его просили выйти и не заважать. Когда я сказала, что я подключу полицию, то он меня из рук вырвав рацию. Вот, каков биться до водителя уже через сиденье. На скорой женщина работает 33 года. Говорит, во время вызова бывает всякое. И оскорбления, и угрозы. Но, чтобы получить удар в лицо, да еще такой силы, впервые. Я закрыла двери в салоне машины. И в этот момент, я не знаю, звідки, это доля секунды, мне прилетает удар в лоб. Я со всей силы, от силы того ударяю, ударяюся боком головы об машину. И поехала так вот, под машину, вот так вот спустилась до низу. Нападавший скрился, полиция уже установила личность. Его разыскивают. После завершения ликования потерпелой будет призначена судово-медичная экспертиза, за результатами которой будет принято відповідное процессуальное решение, в частности, и поведомление злоумиснику про подозру в члене злочину. В последнее время подобные случаи не редкость, рассказывают медики. Каждый раз, когда едут на вызов, не знают, чем все может закончиться. И в унисон утверждают, они беззащитные перед агрессивными пациентами. Поэтому призывают ввести уголовную ответственность за такие действия. Впрочем, даже элементарного бригад скорых нет. Ни газовых баллончиков, ни тревожных кнопок. Врачи говорят, писали письма и в Верховную Раду, и в Кабмин, но ответов не дождались. Пока надеются только на себя. Снежана Сидорук, Николай Василюк. Подробности телеканал Интер. Ривны.